Жара не помеха празднику. Из-за высокой температуры воздуха мероприятия, посвященные Дню физкультурника, в Сарове перенесли на несколько часов. Раннее начало никого не испугало. На Икаре собрались любители активного образа жизни. Для них работало сразу несколько площадок. Резкие, дерзкие, спортивные и традиционные состязания РФЦВНЕФ в этот день физкультурника стартовали необычно рано. Сбор участников назначили на 8 утра. Виной тому жара. Организаторы надеялись, что до 10 часов команда смогут с комфортом пройти все этапы соревнований. Набор испытаний стандартный. Все для того, чтобы в шуточной форме выявить не только самых быстрых и ловких, но и самых смекалистых. Это умение взаимоотношения между людьми, это умение общаться, умение строить правильный план. Ведь спорт, чем хорош, вот именно такие командные виды спорта, то что это не только физкультура, это и стратегия, и правильно выработанная тактика, и даже просто лидерство. Ведь здесь определяются лидеры. Конечно же, это для того, чтобы потом, придя на работу, людям было проще общаться и взаимодействовать между собой. Всего в состязании РДС приняло участие 10 команд. Все получили грамоты. Победители – памятные подарки. Сотрудников РФЦВНЕФ на центральном поле ИКА расменили любителей стретчинга. Все лето здесь по субботам с 10 утра проходит фитнес-утро. На открытом воздухе все желающие делают упражнения, позволяющие привести тело в тонус. Екатерина приходит на эти тренировки регулярно. В этот раз взяла с собой и дочку. Я хожу на стретчинг, и на свежем воздухе, мне кажется, это более интересно и полезнее, несмотря на жару. Стретчинг-тренировки присоединиться к которым может любой желающий. Для них не нужна какая-то специальная физическая подготовка. Кстати, тренеры подчеркивают, жара не только не помеха занятиям на воздухе. Она способствует более высоким результатам. Пока не самая жара, но да, будет тепло, но это может быть даже плюс, потому что именно гибкость улучшается при теплой погоде. Так что разминка будет меньше, а самого стретчинга будет больше. Для тех, кто готов победить законы гравитации, в день физкультурника на Икаре прошел мастер-класс по акро-йоге. Направление, которое развивает парное взаимодействие, чувство баланса, умение держать структуру тела. По словам тренера Дениса Леушева, упражнения только со стороны выглядят сложными. Повторить их сможет практически каждый. Конечно, в паре с опытным партнером. Очень развивается координация. Потому что держать баланс на земле – это одно, держать его в воздухе – это чуть-чуть посложнее. Но, как видите, все получается. Это моя группа, которая у меня с нуля. Здесь есть несколько новичков. И они сходу делают упражнения, которые я им показываю. Также в день физкультурника на Икаре прошли соревнования по баскетболу и фестиваль ГТО. Соревнования по лыжероллерам в день физкультурника тоже начались чуть раньше запланированного. Но это не сказалось на количестве участников. В забегах на нескольких дистанциях себя испытали воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом», а также представители Федерации лыжных гонок «Сарова». Отдельный забег сделали для самых маленьких лыжероллеров. День физкультурника объединил всех любителей спорта и активного образа жизни. Плюс в этом году отмечают 100-летие отрасли физической культуры и спорта. Не могли не отметить эти праздники спортсмены школы Олимпийского резерва «Атом». Ежегодные соревнования по лыжероллерам прошли на трассе лыжной базы. В забегах участвовали воспитанники секции, а также и взрослые спортсмены – представители Федерации лыжных гонок «Сарова». Из-за жары первыми на дистанцию 2,5 километра встали самые маленькие лыжероллеры – ребята 2013-2015 годов рождения. За ними на масс-старт вышли юниоры и взрослые. Спортсмены бежали дистанции от 6 до 11 километров в зависимости от своей возрастной категории. Для кого-то это была проверка себя и своей выносливости. Для воспитанников с «Шоратом» такой забег стал контрольной тренировкой, чтобы тренеры могли посмотреть, как у ребят прошел подготовительный этап и насколько они готовы к следующему спортивному сезону. Готовятся к соревнованию, потому что буквально совсем недавно, в июле месяце, мы проводили открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации, которым ребята также готовятся, чтобы показать достойный результат. Чем больше стартов перед ответственными соревнованиями, тем, конечно, лучше. Поэтому каждый старт для них – это соревнование. На соревнованиях не было победителей и проигравших, и все участники получили на финише призы. Несмотря на это, спортсмены серьезно боролись за свои лучшие результаты. Соперничество далось вдвойне тяжело из-за жаркой погоды. Еле-еле. Почему? Первый круг я пробежала нормально, пыталась догнать Логинову, а в итоге она от меня убежала. Ты расстроился? Почему расстроилась? Потому что я хотела попытаться первое место. Мы бежали 6 километров коньковым ходом, полностью равнину, 4 равнины и 3 первых петли. Мне на самом деле очень понравились эти соревнования, я довольна. Наверное, из чего было сложно, это, наверное, погода. Жарко было. Тем более, бежали по равнине, она освещенная. Для меня соревнования прошли хорошо, но так же, как Карина уже сказала, что было очень жарко, и из-за погоды, из-за погодных условий было сложновато. Я довольна результатом, как бы мне все понравилось. С 8 по 10 сентября спортсменов «Атома» ждет чемпионат и первенство Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу. Спорт объединяет. Состязание и дух соперничества помогает сплотиться членам команды. А если в этой команде родственники, чувство локтя приходит быстрее. Спортивная команда – серия веселых стартов, первый из которых прошел в молодежном центре. Спортивных мероприятий много не бывает, решили в молодежном центре совместно с организацией «Движение первых» и запустили большой проект «Спортивная семейная команда». Первым его мероприятием стали веселые старты. Пять команд, состоящих из братьев и сестер, сразились за звание самых ловких, быстрых и метких. Команда Кирилла и Ромы называется «Спортивная семейка». Не случайно, по инициативе мамы, мальчишки участвуют во многих городских спортивных мероприятиях. Участвуем мы не ради победы, а ради участия, ради обстановки, атмосферы. У нас подрастает еще один ребенок маленький, я думаю, что он тоже потом присоединится к мальчишкам, и будет команда больше. Попасть в цель, пробежать дистанцию с гигантским мячом, сыграть в башню и даже найти как можно больше слов на панно из букв. Задания для команд подобрали разнообразные. Испытания проверяли не только физическую силу, но и смекалку. Порядок прохождения этапов определяли путевые листы. За каждое задание ребята получали баллы. В командах по два человека, в отличие от классических веселых стартов, в этих соревнованиях могли участвовать абсолютно любые родственники. Это могут быть не обязательно папа и мама, но это могут быть братья и сестры, ну и любые родственники. Для того, чтобы как-то сплотить семью, дать им возможность позаниматься совместно спортом, проявить себя в ловкости, в быстроте, ну и вообще в спортивных каких-то навыках. Проект «Спортивная семейная команда» приурочен к столетию Министерства спорта. Мероприятия в его рамках пройдут на дворовых площадках города, а также на стадионе ИКАР. Вой сирен и эвакуация. В лагере «Гайдар» было неспокойно. К счастью, ЧП постановочное. Спасатели провели для воспитанников лагеря пожарные учения. А после на спортивном стадионе прошли спортивные состязания, на которых ребята могли попробовать себя в роли настоящих огнеборцев. Пожарные срочно выехали в детский лагерь «Гайдар». Всех детей экстренно эвакуировали из корпусов. Пожарная машина уже готова к тушению огня. В актовом зале лагеря загорелась электропроводка. Такие вводные данные дали детям сотрудники противопожарной службы во время инструктажа. Ребятам напомнили о том, какие бывают основные причины возникновения пожара, как предотвратить несчастный случай, по каким телефонам нужно звонить и что делать, если человек оказался в задымленном помещении. После инструктажа дети и вожатые покинули помещение и переместились на спортивный стадион, чтобы отточить навыки тушения огня на практике. Участники эстафет учились надевать пожарный костюм на время. Надеть нужно было не только быстро, но и правильно, соблюдая последовательность всех элементов. Следующее испытание на очереди – использование огнетушителя и пожарного рукава с водой. На поле ребятам предстояло сбить мяч напором воды. Попробовать себя в роли настоящих пожарных смогли несколько команд. К нам каждую смену, когда я была, приезжали пожарные. И каждый раз получалось, что мы бегали в незабываемые эмоции просто море драйва. Ты ощущаешь себя прям пожарным. Больше всего нравится из огнетушителя пулять пеной или специальным раствором. Всегда очень нравилось. Надо было одеть полностью пожарные вещи, чтобы было нелегко особо. У них было очень жарко. Потом мы сбивали мячик водой из шланга пожарного. Это было прикольно. На трибунах болельщики активно поддерживали своих соотрядников. После всех испытаний пожарные сделали для ребят традиционный, общий освежающий душ из пожарного рукава. Это было то, что нужно в жаркую погоду. Некоторые гайдаровцы принимали водные процедуры по несколько раз. Болел за своего вожатого, за мужа своей вожатой. У нас вот такая сейчас была там свадьба. Ну, болели за свою соотрядницу Веронику. Очень понравился, очень хорошо поддерживал. Сегодня мы болели за все отряды, которые участвовали в этих соревнованиях. Также очень сильно поддерживали, потому что было очень тяжело кому-то одевать маленьким эти костюмы тяжелые. Так водичка. Вообще офигенно. Особенно в такую жару очень хорошо освежает. Водичка холодная, прям в разных напорах все сырые. Учебную эвакуацию и веселые эстафеты организуют на территории лагеря «Гайдар» каждый год. Цель таких мероприятий – напомнить детям и сотрудникам учреждения о правилах пожарной безопасности в быту и на отдыхе. И рассказать про действия во время чрезвычайных ситуаций. Ведь лагерь – одно из потенциальных мест, где может возникнуть пожар. В лагере дети находятся у нас без родителей. Поэтому здесь вся ответственность, если вдруг случится какое-то чрезвычайное происшествие, вся ответственность лежит на них, чтобы они не растерялись, смогли среагировать вовремя. И как себя вести, всегда знали и помнили. А вообще какие-то случаи были в лагерях? На нашей территории, Нижегородской области, именно город Саров, нет. Таких случаев не было. Такие же профилактические мероприятия сотрудники специальной пожарной части проводят и в детском лагере «Лесная поляна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова